Два контрольных вопроса. Если я беру два вектора У и В, перенажаю их скалярно, беру наши векторы У и В, перенажаю их векторно, после чего каждое из этих выражений возвожу в квадрат. Давайте напишем так, чтобы не было значений. Скажите, пожалуйста, может ли человечество как-нибудь понятно записать, что получится? Что это? Если вы не понимаете, что это, значит, вы ничего не поняли из предыдущего. Скалярное произведение вектора У на вектор В. Перечитывайте определение. Может, иначе бессмысленно. Если это определение не запомните, то вы не можете. Скалярным произведением двух векторов называют произведение их длин на что? На 8 узла неудачи. Отлично. Векторным произведением называют, что вектор, длина которого... Заметьте, пожалуйста, у нас сейчас волнуется только длина, потому что мы здесь скалярно возводим в квадрат, скалярный квадрат, здесь квадратный длина. Итак, длина которого это что? Это площадь параллелограмма. Как узнать площадь параллелограмма, если знаешь две стороны и угол между ними? Синус. Ребята, это же сумма квадратов синуса и косинуса. Это же надо взять длину в, умножить на длину в, умножить на косинус угла и все это возвести в квадрат. А здесь надо наоборот синус. Берем длины, возводим в квадрат и умножаем на синус квадрат. Сумма квадрата синуса и косинуса затянем к фагору. А что это? Единица. Это просто квадрат произведения длины. Согласитесь, что приятно. Оказывается, что есть четкая, простая формула, связывающая скалярное произведение и длину векторного произведения. Оказывается, сумма квадратов это просто квадрат произведения длины. А второй вопрос такой. Господа, если я беру вектор W и скалярно умножаю его на векторное произведение U и W. Скажите, пожалуйста, каков диаметрический смысл этой величины? Так, я взял квадраты? Перемножил их векторно. А результат скалярно умножил еще на третий вектор. Пожалуйста, подумайте, что. Модуль векторов, правильно? Это все замечательно. А как это называется? Вот пойдите к любому человеку на улице и начнитесь ему объяснять про модуль, умножить на синус. Нет, не площадь. Но вы почти правы. Нет? Нет. Вообще-то это будет число. Скалярное произведение это число. Так вот, что это за число от трех векторов? Объем. Объем. Объем чего? Объем параллелепипеда, построенного по векторам U, W, W. Ребята, это одна из самых главных вообще величин, которые приходится в трехмерном пространстве вычислять. Это объем параллелепипеда. Давайте я объясню. Вообще это очень просто. Вот у вас есть, у вас есть вектор В. И какой там углы? Что такое по определению? У вектор умножить на В. Это вы должны взять вот эту самую площадку, посчитать площадь параллелограмма, взять перпендикулярный вектор. Нормально. И вот этот самый перпендикулярный вектор, длина которого это площадь параллелограммы нашей. И он, представляю, перпендикулярен и вектору Q, и вектору В. И вот его умножить скалярно. Ребята, смотри, скалярно умножить. Это значит, вы должны взять вот этот вот угол между вектором С и вектором В, да? Итак, то есть С, это пусть будет векторное произведение У и В, да? Вот это вектор С. Вы должны скалярно умножить. Что это значит? Это значит, вы должны опустить регулярный вектор В на прямой уровне, который спал С. Это и называется та самая проекция. Ребята, это же вообще называется высота параллелепипеда. Объем параллелепипеда. Это площадь его основания, высоту. А высота, это как разъедет длина вектор, а то будет вверх умножить на пульс. Господа, вместе скалярное и векторное произведение дают объем параллелепипеда.